Девушки отдыхают Современные технологии заметно облегчили жизнь молодым людям Сегодня все, что необходимо человеку, можно заказать в интернете При всем этом, где делают покупки чебоксарцы и гости столицы, смотрите далее В интернете понятно, что дешевле, но нельзя померить Покупаешь на свой страх и риск А в торговых центрах ты можешь померить, но уже в разы дороже 50% интернет, 50% магазинов Что чаще стараетесь заказывать? А дело ждут дети, что-то для детей, игрушки Иногда цена в магазине отличается от цены в интернете в большую сторону Поэтому иногда вот так приходится смотреть, потрогать и потом заказать в интернете В магазине Почему? В магазине выбираете? Ну, лучше, удобнее Сразу можно примерить Из одежды все-таки не буду заказывать, я думаю А что можете заказать легко в интернете? Ну, что-то такое незначительное То, что не будет стоить больших денег И если оно придет плохого качества или же не придет этот товар, то не будет обидно В интернете, да, заказываю деткам игрушки, книжки Там все-таки посмотришь, но не оденешь И размер как бы подойдет, не подойдет, не знаешь Поэтому я предпочитаю все-таки магазины На самом деле я тоже предпочитаю покупать вещи в магазине Потому что для меня важно потрогать, пощупать ткань, померить костюм Чем я сейчас и займусь В магазине все прозрачно Выбираешь понравившуюся вещь, на месте ее осматриваешь И берешь ее только в том случае, если она подходит тебе по всем параметрам К тому же, даже придя домой и обнаружив, что поторопился с покупкой Можно вернуть товар в течение 14 дней со дня приобретения Бонус к покупке – хорошее настроение Онлайн-шоппинг стал таким же привычным для россиян, как и поход по магазинам Но при всех плюсах и уже сложившемся модном тренде Заказ через интернет, почти каждый покупатель, который часто пользуется виртуальными торговыми площадками Встречается с подводными камнями в сети И не того качества приходил, и не тот товар приходил И с размером не угадывала Ну как трудности, просто очень долго идет доставка и все Модель не та Смотришь одно, приходит другое Да, по качеству С каким-то проблем не сталкивались, которые встречают интернет-покупателя? Да, не нравятся сайты, когда нужно предоплату внести То есть есть сервум проверенный, где точно берешь и качество хорошее По оценке экспертов, в интернете много контрафактной продукции Специалисты Минэкономразвития Чувашии тоже провели опрос среди местных жителей И узнали, с какими проблемами сталкиваются покупатели в интернет-магазинах Безусловно, все понимают, что будущее за интернет-магазинами, за интернет-торговлей И, безусловно, как министерство, которое курирует вопрос обеспечения качественными услугами Мы обеспокоены также качеством оказываемых услуг через интернет Мы решили выяснить, на что же жалуются жители Чувашской республики Касающиеся в части получения услуг через интернет Большинство потребителей сталкивались с несоответствием качества товара, заявленной в интернете То есть там в интернете показывают одни рисунки, одежду, обувь и так далее Когда заказываешь, приходишь в товар, видишь, что качество совершенно не то, которое ожидалось Хотя, конечно, сейчас в интернете есть возможность потребителям ознакомиться с жалобами предыдущих потребителей И услуг данных интернет-магазинов Это, конечно, очень огромный плюс Также люди жаловались на нарушение сроков и высокую стоимость доставки Долгое ожидание подтверждения заказа операторам По данным различных ведомств, жалоб действительно немало Но при этом с каждым годом доля людей, которые предпочитают покупки в интернете хождением по магазинам Постоянно увеличивается Почему? Мы спросили у героев нашей программы Алена покупает в интернете те вещи, которые в обычном магазине не найти В основном это коллекционные фигурки Этот вид товара рассчитан на довольно узкий круг людей И он довольно специфичный, и поэтому в обычных магазинах его не найти Также не найти в магазине вот такие вот милые шапочки для котов Может быть, конечно, какие-то и есть, но вот таких вот миленьких там не найти И поэтому такие вещи я все-таки заказываю в интернете Эту оригинальную фигурку маленького принца с лисом Алена заказала после выхода одноименного мультфильма А этот ходячий замок Хаула 2004 года выпуска Хотя про Алену можно сказать, что она интернет-покупатель с большим стажем Все же обходить подводные камни ей удается не всегда Наверное, большая проблема – это мошенничество Довольно тяжело распознать сайты мошенников Они могут, например, у известных сайтов поменять всего лишь одну букву Зарегистрировать этот домен И невнимательный пользователь может ввести туда данные свои карточки Ну, в случае чего, конечно, потеряет свои деньги Потеряла деньги один раз и Алена У меня случился такой случай, что я увидела объявление о продаже фигурки И она была довольно-таки дешевая, то есть в сравнении с остальным рынком И, естественно, поведясь на дешевую цену, я ее приобрела Чаще всего в сфере коллекционирования работают по полной предоплате То есть деньги я перевела продавцу сразу же Однако свой товар так и не получила В дальнейшем, обратившись в полицию, было выяснено, что номер телефона, по которому были переведены деньги Принадлежал человеку, который уже сидит в тюрьме Взыскать с таких людей что-то уже практически невозможно Сим-карты выкидываются тут же, как мошенники получают деньги Поэтому, когда вы видите, что продавец написал в своем профиле один город А при пробивке номера телефона выходят данные мобильного оператора другого города То не стоит с такими продавцами иметь дело Если Алена покупает в основном коллекционные вещи, то другая наша героиня Екатерина Настоящий виртуальный шопоголик Во-первых, она делает заказы ежемесячно Во-вторых, заказывает все Одежду, игрушки, технику, материалы для творчества Если товар не соответствует ожиданиям, то новички по незнанию могут расстроиться И даже не пытаться отстоять свои права Но те, кто уже давно на виртуальных торговых площадках, знают, что товары, деньги можно вернуть Это про Катю Вот этот подсвечничек достался мне совершенно бесплатно Потому что он шел ко мне 4 месяца Я его купила, оплатила сразу же И он потерялся на почте Я открыла спор с продавцом, потому что там есть определенные временные рамки И мне вернули деньги, потому что на эти рамки продавец не вписался Очень важно, чтобы деньги до получения покупки хранились на специальном счете, который предоставляет владелец сайта Говорит Екатерина Так, например, при оформлении покупки деньги переводятся не продавцу, а на так называемый посреднический счет Когда товар уже доставлен заказчику, только тогда деньги перечисляются предпринимателю А если вдруг товар не доходит до адресата, то средства с этого счета возвращаются к нему обратно И никто ничего не теряет Такой порядок расчета в основном характерен для крупных торговых площадок в сети Раньше, когда был еще сайт молоток.ру, я сталкивалась с мошенниками прямо дважды, по-моему На крупные суммы Но мошенников можно вычислить Они хотят денег сразу, быстро, чтобы перевели деньги срочно-срочно Я на такое никогда не поведусь Или если поведусь, только в одном случае, я уже пробовала так делать Я говорю, пришлите, пожалуйста, ваш паспорт, скан Но правоохранители предупреждают, что даже если продавец присылает вам копию паспорта То это все равно не спасет вас от мошенников Их схемы стали настолько изощренными, что подделать документы с нынешними компьютерными технологиями ничего не стоит Больше всего преступлений, зарегистрированных в Чувашии, связано с одним из крупнейших сайтов купли-продажи недвижимости и других товаров и услуг Заявления по преступлениям, связанным с интернетом, поступают каждый день На данный момент их у нас зарегистрировано порядка 400 80 преступлений у нас зарегистрировано по покупкам в интернет-магазинах, на сайтах на различных 80 преступлений зарегистрировано Это преступления под видом продажи, то есть потерпевшие продают какой-либо товар в интернете 60 с лишним преступлений у нас зарегистрировано под видом получения кредита через интернет Около 20 преступлений зарегистрировано под видом грузоперевозок 55 преступлений из 400 в этом году раскрыты, но дело это нелегкое Каждое преступление – это огромные затраты и многодневные командировки сотрудников полиции Надо смотреть, когда вы покупаете на каком-либо сайте или на странице, расположенной на сайте Это дату создания этой страницы или дату создания самого сайта Это сделать в принципе несложно, достаточно скопировать ID номер, который расположен в командной строке И воспользоваться другим сайтом, который позволяет по ID номеру вычислить дату его создания Сотрудники МВД не рекомендуют доверять сайтам, которым 2-3 месяца от роду, а то и меньше Также никогда ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты банковской карты Для перевода денег достаточно цифр, расположенных на лицевой части Называть и передавать коды, которые приходят по СМС, запрещено Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то нужно обращаться в полицию или в Роспотребнадзор Но мы замечаем, что за последние годы отмечаем рост обращений в сфере интернет-торговли Интернет-торговля регулируется законом о защите прав потребителей и правилами продажи товаров дистанционным способом Все права потребителя, как и при обычной торговле, сохраняются и при интернет-торговле Если потребитель приобретает некачественный товар, то есть ему реализуется некачественный товар Он имеет право на возмещение убытков продавцом, на исправление недостатков продавцом, на замену товара на аналогичный И полностью отказаться от договора купли-продажи и потребует возврат денежной суммы, которую он оплатил Для этого покупателю некачественного товара нужно написать претензию в адрес продавца Если добровольно вопрос не решается, то нужно обратиться с исковым заявлением в суд Заходя на очередной сайт интернет-магазина, помните о правилах безопасности Это должны быть проверенные площадки с хорошим именем Можно послушать рекомендации друзей и знакомых Подозрительно низкая цена вас тоже должна насторожить Возможно, так привлекают внимание к не совсем качественному товару В этом случае лучше зайти на сайт производителя и уточнить цену там Хорошие отзывы на форумах тоже не показатель авторитета интернет-магазина Их могут писать копирайтеры, которые получают за это деньги Много полезных советов, как не попасть на удочку к мошенникам, можно найти на сайте Роспотребнадзора Там даже есть пошаговая инструкция безопасных покупок в сети К тому же сейчас дорабатывается федеральное законодательство в сфере интернет-покупок Требования к продавцам станут жестче С 1 января 2019 года уже вступает в силу закон об агрегаторах Если вот, например, информация о товарах и о продавцах Ведь находится на интернет-сайте Сайт сам не продает ведь товар Просто владельцы сайтов являются агрегаторами Они размещают информацию Вот агрегаторы информации о товарах и так далее И они в настоящее время не несут по законодательству никакую ответственность за продажу некачественных товаров Или за ненадлежащую информацию Закон об агрегаторах позволит привлекать к ответственности за недостоверную информацию владельцев сайтов Но при этом не надо забывать, что покупатели и продавцов на торговых площадках в сети Всегда может защитить прежде всего их внимательность, осторожность и бдительность Редактор субтитров А.Семкин